ДОСТИГАЙ ИЗРАИЛЬ И ВЕСЬ МИР Шалам Алейхам, мир вам, возлюбленные! Баруха Шам, благословенно имя Господне! Дорогая, сегодня мы будем погружаться в Божественную Любовь, говоря о Тайне Песни Песней. Одно из того, что привлекает внимание в Тайне Божественной Любви, это то, что с одной стороны Бог в своей суверенной воле выбирает любить человека, а с другой стороны человек должен сделать выбор. С одной стороны невеста с нетерпением ждет жениха, но с другой стороны это он влечет ее к себе. Мне нравится сталкиваться с жизнью как есть. Бог Отец дал мне сердце, которое ищет истину. В истине нам нужно столкнуться с тем фактом, что мы участвуем в битве. Мы не можем думать, что можем лечь на диван, а Бог опустит на нас небо. Сейчас мы живем во времена битвы на земле. Бог постоянно говорит мне слово, которое связано с сегодняшним посланием. Без боли нет результата. Мы должны пройти через боль, чтобы обрести богатство Господа. И это правда. Какой чудесный пример. Мы молимся за всех, кто нас смотрит. Отец, дай нам жажду по Тебе, которую можно восполнить, лишь наполнившись Тобою. Шалом, возлюбленные! Сегодня мы продолжаем говорить о тайнах божественной любви в «Песне песней». Как я уже сказал в прошлой программе, «Песня песней» — это, пожалуй, моя самая любимая книга во всей Библии. Есть и другие, как, к примеру, Евангелие Иоанна и Послание к римлянам. Но в этой книге мы находим такие откровения, которые не найти нигде больше в Библии. «Песня песней» — это путешествие в божественную любовь. История начинается с невесты Суламиты, которая является нашим с вами прообразом. Она жаждет поцелуя от Бога. В первом стихе она говорит «Лапзай меня лапзанием уст своих» или «целуй меня». Она так сильно жаждет чувствовать Божие присутствие в своей жизни. Она так сильно хочет испытать Его любовь. Книга «Песня песней» говорит об эмоциональной природе отношений Бога с нами. Это место в Писании говорит нам, что у Бога есть эмоции. Это объясняется и тем, что, как сказано в книге «Бытия», сотворил Бог человека по образу своему, мужчину и женщину сотворил их. Мы созданы по образу Божьему, и мы имеем эмоции. Если мы имеем эмоции, это означает, что и у Бога есть эмоции, ведь мы созданы по Его образу. Эта часть Библии, «Песня песней» показывает нам эмоциональную сторону Бога. И эта книга начинается с того, что невеста Суламита, наш с вами прообраз, прообраз церкви, взывает о любви. Она желает ощущать Божью любовь и близость Бога в своей жизни. Книга начинается с того, что она взывает об этой любви и заканчивается тем, что она пережила эту любовь. Все начинается с того, что она тянется к его любви и взывает о ней, и затем, на протяжении восьми глав, она проходит путь, в течение которого она становится зрелой, потому что в итоге она переживает то, о чем так сильно мечтала и чего так долго жаждала. Поэтому я лично вижу в этой книге пример того, как должна выглядеть наша жизнь и наше возрастание в Божьей любви. И дальше мы видим, что она пережила встречу с ним, пережила его любовь, но потом она потеряла с ним связь, и ей его так не хватает. В этой ситуации Бог учил ее ходить с верой, а не только ощущениями. И когда она возрастет в вере и послушании, она достигнет того, что сможет ощущать его любовь всегда. Поэтому эта книга показывает нам путь к зрелости в Боге, к близости с Хошемом. Так на иврите называют Бога, и к тому, чтобы постоянно ощущать близость с Ним. Если вы пропустили прошлую программу, обязательно ее посмотрите. Ну а сейчас мы продолжаем. Я начну с того, что снова прочту вам первый стих, который мы рассматривали на той неделе. И затем мы пойдем дальше. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Однажды я проповедовал 13 проповедей в один день по этой книге, и, может, вам кажется, что я устал? Но нет. Я был еще более свежим, чем был утром. Я был покрыт помазанием красоты Господней. Это было чудесно. Поэтому я в предвкушении и сегодня. Итак, книга «Песня песни» — это песня Соломона. Он так ее назвал. Суламита прообраз нас с вами. Она взывает Господу и говорит «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». На прошлой неделе я говорил о том, что она взывала о близости. Она хотела чувствовать его любовь. «Ибо ласки твои лучше вина». Мы говорили об этом на прошлой неделе, но я хотел бы кое-что добавить к этому. Поэтому в Писании «Вино» — это символ праздника на земле. Символично, что первое чудо Иешуа состояло в том, что он на свадьбе превратил воду в вину. Вино в еврейской Библии — символ праздника, символ того, что дарует наибольшее блаженство на земле. Поэтому здесь она говорит «Твоя любовь, Боже, Твоя любовь, Иисус, намного больше и лучше, чем то, что мне может дать этот мир». «Твоя любовь лучше, чем все деньги мира, и лучше, чем лучший дом в мире». «Твоя любовь», — так говорит Небесная, «Для меня важнее всего в жизни. Она жаждет Его любви. Она тянется к Нему. Господь приходит именно к тем, кто жаждет, и кто тянется к Нему. Он близок к сокрушенным сердцам». В таком положении перед Ним пребывала Суламита в начале ее путешествия. Если мы с вами хотим исполниться полнотой Божьей любви, полнотой Духа Божьего, мы должны Его жаждать. Иисус говорит, что тех, кто теплый, Он извергнет из уст Его. Бог не может быть для человека всего лишь увлечением. Мы должны любить Его всем сердцем. Он должен быть нашим стилем жизни. Наше сердце должно биться с Ним в унисон. Ведь Иисус сказал, кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня. Он пошел еще дальше, сказав, «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, тот не может быть Моим учеником». Конечно, Иисус не призывает ненавидеть своих близких. Но Он говорит, «Если вы не отделите души своей для Меня, чтобы Я был для вас самым важным в жизни, то Я не смогу дать вам все, что Я желаю вам дать». Итак, «Песня песней» — это путешествие к божественной любви. Это жажда ощущать Его, переживать Его любовь. Мы хотим познать Его ближе. Мы хотим, чтобы Он был нашей реальностью. Мы хотим пережить Его славу, которая в еврейском языке называется «шехина». Мы жаждем переживать Его больше, чем что-либо в нашей жизни. Для того, чтобы войти в переживание полноты в Боге, нам нужно прежде всего отчаянно в Нем нуждаться и жаждать Его, так же, как невеста жаждет быть со своим женихом. Он должен быть для нас самым важным, а не одним из важных вещей в нашей жизни. «Ищите прежде Царства Божьего». Аллилуйя! Давайте помашем руками в благодарность нашему Господу. С нами здесь человек, посланный Богом, чтобы благословить вашу жизнь. Давайте прославим Бога своими овациями. Наибольший отклик аудитории после моей проповеди был тогда, когда я проповедовал на пастырской конференции о медном умывальнике. Его делали из зеркал женщин, служащих при храме. Когда священник подходил к медному умывальнику, чтобы омыться, он смотрел в воду, смотрел свое отражение в зеркале. Пророческий смысл здесь в том, что когда мы смотрим на себя сквозь линзы Святого Духа и соглашаемся с тем, что говорит о нас Слово Божие, мы омываемся и очищаемся. Разве вы используете зеркало для того, чтобы смотреть на кого-то другого? Нет, вы смотрите в зеркале на себя. Когда он говорил о храме и о зеркале, он сказал, прекратите обвинять кого-то другого. И это полностью изменило мое мышление и мою жизнь в целом. Мы продолжаем. Второй стих. Она говорит, «От благовония мастей твоих, имя твое, как разлитое мира, поэтому девица любит тебя». Итак, во-первых, она всем сердцем жаждет Его. Она отчаянно нуждается в Нем. Она полностью отделена для Бога. Она отчаянно взывает «Лапзай меня лапзанием уст твоих». Затем она начинает восхвалять Его и говорить о том, насколько Он прекрасен. «От благовония мастей твоих». Я лично не испытывал этого в своей жизни, но у меня много знакомых, которые это переживали. Когда они переживали Божьи посещения, когда Дух Божий сходил на них во время молитвы, они ощущали Божий аромат благоухания Господа. Для кого-то это может показаться странным. У нас есть органы чувств, и у нас есть уши, но обычно мы слышим Его голос не своими ушами. Я слышу Его в своем духе. Я слышу Его отчетливо, но я слышу Его не ушами. Я слышу тихий голос в моем духе. Этот голос не из этого мира. Он приходит от Духа Божьего. Поэтому мы слышим Его голос не своими ушами, а в своем духе. Итак, мы говорим о том, что у нас есть органы чувств. У нас есть глаза, но мы видим то, что нам показывает Господь не своими глазами, а нашим внутренним видением. Это происходит в нашем духе. Бог передает нам послание из Своего Духа в наш Дух. К примеру, еще до того, как я стал служителем, я занимался бизнесом и подумывал о том, чтобы начать новый бизнес. И вот однажды я сидел на диване и в молитве советовался с Богом, начинать мне этот бизнес или нет. И вдруг я увидел видение, как сустав становится на свое место в коленную чашечку. Я никогда подробно не изучал анатомию человека, и мне было удивительно, что я увидел такую картину. И это случилось сразу после того, как я спросил Господа в молитве об этом новом бизнесе. Сустав стал ровно на свое место. Я понял на основании этого видения, что Господь мне говорит, да, этот бизнес для тебя. Он тебе идеально подходит. Этот вид бизнеса как раз для тебя. Я увидел это не своими глазами, а увидел это внутри, в духе. Бог показал мне это в духе. Наши телесные органы чувств имеют соответствующие духовные чувства. И во втором стихе мы видим, что Бог дает духу возможность обонять его благоухание. И она говорит здесь от благовония мастей твоих. Я помню, когда я был в Израиле, не так давно, я взял с собой несколько человек осматривать некие достопримечательности. Одна женщина была в изумлении. Она ощутила благоухание Господа. Я слышал подобное еще от нескольких людей, которым я доверяю. Они говорили, что комнату, где они находились, наполнил цветочный аромат, как от маргаритки. Суламита как раз и говорит здесь, что она влюблена в это переживание Бога. Сначала она говорит ему, что желает его больше, чем что-либо в жизни. Затем она начинает восхвалять его и говорить, как он прекрасен. «Отец Бог, мы хотим последовать с примеру того, о чем мы читаем в Твоем Слове. Мы хотим сказать Тебе, что Ты прекрасен. Спасибо, что Ты открываешь нам Свою красоту. В частности, через красоту Твоего творения, через прекрасные деревья, реки, водопады, через снег, через радугу, через солнце и облака, через птиц. Отец, Твое благоухание так прекрасно. Мы благодарим Тебя за Твой Дух». А затем она продолжает, «Имя Твое, как разлитое мира». Так она выражает восхищение красотой Иисусом. Он чист и прекрасен, как снег. Вы бывали в лесу после снегопада. Вы видели деревья в снегу. Вы ходили по хрустящему, свежевыпавшему снегу. Это показывает, какой наш Бог, невидимое Его, вечная сила Его и божество, от создания мира, через рассматривание творений, видимо. Многие люди, когда любуются природой, когда видят детенышей зверят, когда видят прекрасные водопады и прочее, приходят к тому, что начинают поклоняться природе, а не Творцу. Я, например, люблю приезжать в Колорадо. Для меня это одно из самых красивых мест на планете, и там я по-особенному переживаю Господа, просто любуюсь Его творением. Однако многие люди, наслаждаясь красотой Божьего творения, вместо того, чтобы воздать славу Богу, поклоняются природе и утверждают, что Бога нет, но Бог чисто прекрасен, и вы можете прочувствовать Его красоту и чистоту, просто прогуливаясь по лесу или вообще где-то на природе, где вам больше нравится. Красота, которая предстает перед вашими глазами, на самом деле отражает красоту Господа. Он создал все это, и Он излучает свое великолепие через красоту природы. Небеса проповедуют славу Божию. Вы можете переживать Божие присутствие, осознавая, что то, что вы видите, это Божие творение. Господь просматривается во всем мироздании. Я хочу помочь вам понять слова Суламиты, что она имела в виду, говоря, «Имя твое, как разлитая мира». Мы должны увидеть в этом чистоту Бога. Однако, мы должны отдавать все свое внимание и воображение Господу, чтобы нам его пережить. Дело в том, что вы можете быть в самом прекрасном месте в мире, но, если вы не знаете, где вы находитесь, вы упускаете самое главное. Я хочу снова повторить, Бог здесь. Вы можете переживать Его чистоту, просто вдыхая чистый воздух в лесу. Но, если мы не понимаем, что Он здесь, если мы не воздаем Ему славу, если мы не принимаем осознанное решение признать, что Он присутствует здесь, мы упускаем главное. Вы можете сидеть напротив человека, который любит вас всем сердцем, но если вы не замечаете этого человека и сконцентрированы лишь на себе, живя в своем маленьком мирке, вы упускаете главное. Бог здесь, и Он чище самого очищенного воздуха на земле. Он находится здесь прямо сейчас, имя Твое, как разлитое мира. И она продолжает, поэтому девицы любят тебя. То есть, она говорит, неудивительно, что девицы любят тебя. Перед Богом невозможно устоять. Недавно я читал книгу женщины, миссионера в Индии. В этой книге она рассказывает о своей встрече с Богом. В ее спальне стояло две кровати. Однажды утром она проснулась. «Лен, если я ошибусь в деталях, не серчай. Я пересказываю твою книгу по памяти». Итак, было раннее утро, в окно проступали лишь первые проблески света. Она увидела, что на соседней кровати в ее спальне кто-то лежал накрытый с головой. И она здорово испугалась. Она тихонько встала с кровати, чтобы быстро выбежать из спальни. И в последний момент, перед тем, как побежать к двери, она вдруг почувствовала внутри сильное желание подойти к кровати и посмотреть, а кто же лежит под покрывалом. Итак, она тихонько подошла к кровати и начала стягивать покрывало. И когда она стянула покрывало, чтобы посмотреть, кто лежит на кровати, она увидела, что это был сам Иисус. Он привстал и сел на кровати. Она рассказывает, что он был весь в ранах, весь в крови от того, что ему довелось перенести на кресте. Она сказала, что это была чистая любовь. Любовь просто изливалась из его тела. Она понимала, что эта кровь на его теле пролита из невероятной любви к ней. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И после того, как она увидела Иешуа и пролитую из любви к ней кровь, увидела его жертву, чтобы излить жизнь во все, что было мертво в ее жизни, она понимала, он совершил это из любви к ней. Это радикально изменило ее изнутри, изменило всю ее жизнь, просто потому, что она увидела и пережила Божью любовь. Итак, мы читаем слова Суламита, «Поэтому девица любит тебя», то есть, когда она увидела, насколько он прекрасен, и то, как сильно он ее любит, то, разумеется, она отдала ему все свое сердце. И вот Суламита говорит, «Поэтому девицы любят тебя. Ты так прекрасен, так великолепен. Если мы с вами сможем более глубоко увидеть красоту Иисуса, то наши сердца сами собой откроются перед Ним. В день силы твоей народ твой готов во благолепие святыни». На следующей неделе мы поговорим о третьем стихе. Это один из самых мощных, самых любимых мной стихов в Слове Божьем. Она говорит, «Влеки меня к себе». После того, как она его увидела, вот как звучит ее мольба, «Влеки меня, мы побежим за тобою». Возлюбленные, заклинаю вас, не пропустите следующую программу. Я уверяю вас, если ваши сердца открыты так же, как открыто и мое сердце, то книга «Песня песней» изменит вашу жизнь. Я продолжу объяснять вам эту книгу и обещаю, что если вы готовы, чтобы Бог менял вашу жизнь, Бог положит на вас печать своей любви и даст вам пережить Его любовь так, как никогда раньше. Я Равин Шнайдер, до следующей встречи, да благословит вас Господь. Баруха Шем, шалом. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословитых. Я ва рехехе яве ва и шмареха яэр яве панавелеха вихунеха и са яве панавелеха ве асем леха шалом пусть Бог Отец Яхве Бог Израиля благословит вас и сохранит пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милость к вам да обратит Господь лицо свое на вас и пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле то чего бы ни попросили будет им от Отца Моего Небесного Позвольте нам молиться о вас присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение вышлите нам свое свидетельство мы хотим радоваться вместе с вами ваше свидетельство вдохновит других мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего в следующем выпуске Равин открывает тайну единства с Богом и то как в партнерстве с Иисусом исполнять его цели для нашей жизни Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке Южной Америке в Карибском бассейне а также проповедует его в Израиле и не стоит забывать про телеслужение которое достигает мир для Христа ваша поддержка поможет Равину донести слово тем кто никогда не услышит его посетите наш сайт адрес которого указан на экране или позвоните по номеру который вы видите на экране и помогите изменить жизнь людей во всем мире ваша поддержка очень нужна нам когда ракета взлетает с земли ей нужно пробиться через гравитационное поле чтобы достичь невесомости точно так же возлюбленные есть вещи которые мы с вами должны сделать чтобы обрести свободу Вышива Иисус сказал кто станет сберегать душу свою тот погубит ее а кто погубит ее тот оживит ее чтобы потерять свою жизнь жить в жертвенности давать мы должны пробиться через сопротивление жадности и эгоизма возлюбленные я хочу чтобы вы применяли этот принцип в своих финансах вам может казаться что я просто прошу денег но я делюсь с вами истиной я скажу так все мы должны давать и чтить Господа своими финансами если это служение было благословением для вас то сделайте жертвенный дар Господу через программу узнавая еврейского Иисуса спасибо если вы хотите стать нашим партнером то отправляйте свои пожертвования по адресу который вы видите на экране для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте смс или же вы можете сделать это на нашем сайте в знак благодарности мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайбера и наш информационный бюллетень ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет телевидение и Крусейда свои смс сообщения вы можете присылать нам на номер 4537 на земле многие из нас верны Господу финансов если вы желаете почтить Господа своими финансами отправившись на небеса зайдите в раздел завещания телепередача Равина Шнайдера узнавая еврейского Иисуса теперь доступна на русском языке на YouTube Равин еврейский верующий в Мессию Иисуса слушая и применяя принципы этих уроков вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал узнавая еврейского Иисуса также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой подписаться чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода и не пропустить подписаться на канал и не пропустить Продолжение следует...